Имея такой задаток в полученных прежде благодеяниях, когда сам не делал ничего доброго, не восприимет ли он твердой навсегда надежды, так говоря, сам с собою. Если тогда, как я не делал ничего доброго, напротив, много грешил перед лицом его, валяясь в плотских нечистотах и во многих других грехах, он не по грехам моим сотворил мне и не по беззакониям моим воздал мне, но ущедрил такими дарами и благодатями, что когда, наконец, всецело, придам себя на служение ему вполне непорочной жизнью и исправлением всяких добродетелей, каких благ и каких дарований духовных подобит он меня, укрепляя, направляя и благопоспешивая на всякое дело благое. Таким образом, кто, не забывая никогда Божие благодеяния, имеет такой помысл, тот склоняясь в себя, направляет и понуждает на всякий благой подвиг добродетели и на всякое делание правды, будучи всегда ревностен и всегда готов на то, чтобы творить волю Божию. Пять. Итак, Сын Возлюбленный, имея по благодати Христово естественный разум, сохраняясь всегда в себе такое делание и такое благое размышление, не позволяя себе быть как мрачным облаком, покрываемым палубным забвением, не преграждая ему в шествии разленением, осуечающим ум и отклоняющим его от должной жизни, не мрачаемому в помысле неведением этой причиной всех зол, не увлекаемому нерадением всезлым, не прельщаемому плотской сластью, не преодолеваемому чрево неистовством, не пленяемому в уме пожеланиями и оскверняемому в себе самым сосложением с блудными помыслами, не побеждаемому гневом, рождающим брата ненавидения. Если по какому-либо жалкому, окаянному предлогу, опечаливая и опечаливаясь, начнешь собирать в памяти злые помыслы против ближнего, не отклоняемому от чистой к Богу молитвы, не отводимым в плен умом, чтобы зверским помыслом подсматривать за единодушным братом. Ибо если так упустить все это, то за такой бессловесный нрав, полный плотского мудрования, связан в будущей совести, предан будешь до времени в научительные наказания злым духом, которым покорялся, пока ум, оскудев, все конечно и поглощен в будущей печали и унынием, по причине потери, пристиянии по Богу, за предшествовавшей вины, снова начнется всяким смирением воспринимать начало пути спасения. После многих трудов, молитвах и всеночных бденьях, получив разрешение грехов своих, смиренным исповеданием их перед Богом и ближними. Так начинает он опять испрезвляться. И просвещаемый светом евангельского ведения, по благодати Божией познает, что кто не предаст себя всецело на крест в смиренном мудровании и самоуничижении, и не повернет себя перед всеми на попрание, унижение, презрение, а смеяние и поругание, чтобы переносить все это с радостью Господа ради, не ища ничего человеческого, ни славы, ни чести, ни похвалы, ни сладкого ястия и питья, ни красивых одеяний, тот истинным христианином быть не может. Итак, если такие приближат нам подвиги, борения и венцы, тогда коли будем мы позволять себе быть поругаемыми, притворным видом благочестия и с коварством работать Господу, заодно будучи почитаемыми людьми и другими являясь предведущим тайное. Ибо будучи многими почитаемыми за святых, мы досели еще звери по нраву, только имеющие вид истинного благочестия, силы же перед Богом не приобретшие. Будучи многими почитаемыми за девственников и непорочно-чистых, перед ведущим же тайное, оскверняемыми внутри нечистотами со сложений с блудными помыслами и окаляемся воздействием страстей. А между тем, по причине крайне притворного своего подвижничества, и все же и по причине человеческих похвал, нерадим о том, слепотствуя умом. Да коли же будем мы ходить в суете ума, не усвояя себе евангельского мудрования и не воспринимая добросовестного жития с решимостью тщательно текти путем его, чтобы дерзновение обрести в совести, но все еще утверждаемся на одной мнимой праведности внешнего человека и сами себя обращаем внешними исправностями по недостатку истинного разумения дела, человеком угождать желая и от них себе ища славы, чести и похвалы. Итак, сын мой, более всего надлежит пикшись о ведении и разуме тому, что хочет взять крест и последовать Христу с непрестанным испытанием своих помыслов, многим попечением о спасении, великой приверженностью Богу, превопрошением единодушных, единомысленных рабов Божиих тем же подвигом подвизающихся, чтобы не зная куда и как направлять шествие, не идти во тьме без светлого светильника. Ты же, сын мой возлюбленный, как я и вначале всего вещательного слова моего сказал, не забывай, бывшись тебе от поклоняемого человека любви у Бога благодеяний, будучи отклоняем от всего окрадением злобы, вражьей и развинением, но положи перед очами все, все душевные или телесные благодеяния, бывшие тебе от начала рождения до сели, размышляя о них и получаяся в них по сказанному, не забывая всех воздаяния Его. Таким образом, сердце удобно будет подвигаемо на страх Божий и любовь. Так постарайся содержать непрестанной памяти все бывшие тебе от Бога блага. Таким образом, возжелавшись стяжать венец чистого и невещественного, и нескверного детства, распинает плод свою подвижническими трудами, умрешляя члены, как на земле, притрудным, терпеливым воздержанием. Тесневая внешнего человека, истончевая его, и соделывая его старшистым и скелетным, чтобы без препятствий не обновлялся внутренний человек действием благодати ради веры и подвигов духовных, день этого дня преуспевая на лучшее, возрастая в любви, украшаясь кротостью, обвеселяясь радованием духовным, приемляя от Христа залог мира, вводясь милостивостью, обрекаясь благостынью, объемляясь страхом Божиим, просвещаясь ведением и разумом духовным. Итак, владыка, всякой твари видимой и невидимой, не постудился нас, бедствующих в таком пленении и обладаемых горькой смертью, но смирил себя и восприят на себя человека, коим и владычным определением присуждено нести скорби, как эпитимию, уподобился нам во всем, кроме греха, то есть кроме тростей, бесчестия. Если будешь ты всегда без обвения содержать в уме такое смирение, какое по незреченному человеколюбию из любви к нам показал Господь, то есть вселение Богослового ложе сна, восприятие человека, рождение от жены, постепенность телесного возрастания, бесчестие, досады, против него воплить беззаконных иудеев, возьми, возьми, распни его, крест на смешке и прочие страдания, которые он претерпел ради нас, распятие, смерть, страдания, поклонение так после от всех ангелов, теленцу измертных по причине его страданий, по апостольскому слову, которое гласит, до мудрства ему во Христе Иисусе, который, будучи образом Божиим, не почитал быть равным Богу. Вот на какую славу и высоту по правде Божией возвесли человека Господне вышесказанное страдание. Если будешь теплым расположением без забвения хранить в сердце своем такие помышления, то не возбладает с тобой страсть огорчения, гнева и раздражительности. Но, как кажется, забвение этих спасительных и животворных для нас помышлений и сестра его разленения, и их содейственица и единоправница неведения от отягчайшей внутреннейшей болезни души. Наконец, и плоть, если она тучна или очень юна, или слишком мокротна. От таких воспоминаний проворно возбуждается страстью и делает свойственной ей движность к похоти, а иногда во сне, иногда наяву, издавая нечистоту и без общения с женой в действительности, таковы многие, может быть, считают за целомудренного, действенника и чистого, или даже может иметь притязание на святость. Но перед видящим сокровенное он есть скверный, блудник и прелюбодей. И в день он и справедливо будет осужден, если не будет плакать и рыдать, и Богу, перед лицом которого помышлял и делал злое, не принесет достойного покаяния. Изможди вплоть постами, вздениями и непрестанными молитвами и урочевав, и исправив ум святыми памятованиями и поучениям в Слове Божием. Ибо не ложен живой голос, который сказал, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Посему очень полезно, особенно для юных, отнюдь не видеться с женами, хотя бы они почитались святыми. А если можно жить особо от всех людей, через это он сделает дарбу гораздо легчайшей для себя и осязательнее будет чувствовать свое приспеяние. Особенно, если будет строго внимать себе и пребывать в молитве, подвязаясь в малые деньги, в малопитие, даже воды, подложительных бдениях, также сообращаться с опытными духовными отцами, стараясь быть с ними и пользоваться их руководством. Ибо крайне опасно жить особняком по своей воле, без свидетелей, или жить с неопытными в духовной брани. Много козни и злобы сатаны, много сокровенных засад и разнообразной свете, простертое врагом отовсюду. Посему сколько можно, всячески надо стараться и домогателить вместе и часто беседовать с мужами, знатоками дела духовного, дабы если кто и не имеет собственного света и истинного ведения, по причине младенчества и несовершенствующего духовного возраста, то идя вместе с тем, кто имеет его, не шел он во тьме, не подвергался опасности от тенет и сетей, не попадался мысленным зверем, которое кроет во тьме, восхищает и расплевает ходящих в ней безумного светильника божественного слова. Если же хочешь, сын мой, стяжать и иметь внутрь себя собственный светильник умного света и духовного ведения, чтобы непредкновенно мог ты ходить в глубочайшие ночи века сего и стопы твои исправились от Господа, да, по пророческому слову, восхищешь сильно пути евангельского, то есть того, чтобы с горячайшей верой проходить совершеннейшие евангельские заповеди и сделаться причастником страданий Господних через вожделение их и молитву, то покажу тебе к тому дивный способ состоящим в нравственном внутреннем настроении Духа, которое требует не телесного труда или подвига, но приболезненного труда душевного, властвования ума над всем внутри и внимательной мысли при содействии страха и любви Божией. Этим настроением легко можешь преобращать в бегство в полки врагов, подобно блаженному Давиду, который с верой и упованием на Бога, убив одного иноплеменника Исполина, тем самым обратил в бегство тьмы врагов и с народом их. Метит это слово мое на трех сильных и крепких Исполинах иноплеменнических, на которых утверждается вся сопротивная сила мысленного Аллаферна, которые, если будут низвержены и убиты, то в конец из них может вся сила лукавых духов. Это, мнящиеся быть сильные три Исполина, лукавого, суть помянута уже нами, неведение матерь всех зол, забвение, сестра его, содействие, и помощница из мрачного в куще душе темной одежды и покров и разменение равнодушия, которое утверждает и укрепляет обе первые и дает им состоятельность и делает то, что в душе неродивейшей зло становится как бы вращенным и существленным, ибо от равнодушия разменения, забвения и неведения крепнут и увеличиваются подпоры всех прочих страстей. Будучи взаимными одно-другому помощницами и одно-без-другого немогучие иметь состоятельность, они связи с тем вместе являются крепкими силами супостата и главными начальниками лукавого. При посредствии их скопище духов лукавстве строит в душе свои колы и успевает приводить в исполнение свои замысла. Если хочешь одерживать победу над страстями и легко обращать в бегство толпы мысленных иноплеменников, то молитва и содействиям Божием, собравшись внутрь себя и сошедшего глубину сердечную, разыщи вне этих трех сильных исполинов дьявольских, разумея забвения, равнодушия и разумея неведения, питая с которыми все другие страсти действуют, живут и усиливаются в самоугодливых сердцах и ненаказанных душах. При строком к себе внимании и бодренности ума в помощи свыше найдешь эти другие неведомые и даже непредполагаемые губительнейшие прочих злые страсти, противоположными им оружиями правды, разумею, благой памятью, причиной всего доброго, просвещенным ведением, которым в бодренности держимая душа прогоняет от себя тьму неведения, и живой ревностью, возбуждающей и ведущей душу к спасению. Затем облегчить все оружие добродетели со всякой молитвой и молением силы Духа Святого доблестно и мужественно, побегишь, совсем прогонишь помянутых трех гигантов, мысленных иноплеменников, именно прекрасную по Богу памятью, всегда помышляя о том, что есть истина, честная, праведная, причистая, доброхвальная, добродетель, и что есть похвала. Отгонишь от себя всеизлейшее забвение, просвещенным небесным ведением уничтожишь пагубойную тьму неведения, а готовое на всякое добро живейшее ревностью изгонишь безбожное равнодушие развинение, делающее зло вращенном в душе. Стижать же эти добродетели можешь ты не одним своим произволением, но силой Божией и содействием Святого Духа при многом внимании и молитве и стяжавых таким образом можешь через них избавиться от сказанных трех крепких исполинов лукавого. Когда сила и действенные благодати образуются в душе и тщательно будет храним в ней тройственный союз истинного ведения, памятования словес Божьих и доброй ревности. Тогда самый след забвения и неведения равнодушия исчезнет из души. Они обратятся в ничто, в душе же начнет царствовать наконец благодать во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Наставление Святого Марка извлечено из других его слов. Вера состоит не в том только, чтобы крестить во Христа, но чтобы и заповеди его исполнять. Святое крещение совершенно и подает нам совершенство, но не делает совершенным не исполняющего заповедей. Если после крещения бываем мы подвержены греху, то это не потому, что не совершенно было крещение, но потому, что мы не родим о заповеди и пребываем в самоугодии по собственному нашему произволению. Волю нашей после крещения ни Бог, ни сатана не преневоливает. В крещении таинственно освободились мы от рабства греху по написанному, ибо закон духа жизни освободил меня от закона греховного и смерти. По причине же не родения, а делания заповедей, очистившего нас, мы подпали действие греха, поскольку не исполняли заповедей, то снова делались ленниками врага. Человек по своей воле где любит, там и пребывает, хотя и крестился, потому что самовласть и преневоливается. Когда Писание говорит, что прилагающие усилия восхищают Царство Небесное, то говорит это о своей воле, дабы каждый из нас понуждал себя после крещения не уклоняться к злу, но пребывать во благом. Получившим силу к исполнению заповедей как верным, Господь заповедует подвизаться в них, дабы не возвращаться назад. Подвиги суть не что-то особое от заповедей, они суть заповеди. Покажи мне подвиги, кроме заповедей. Если укажешь на молитву, это и заповедь. Если скажешь о низложении помыслов, и это заповедь, то идите, сиболоскуйте. Если опосте, и обденье, и сие тоже и заповедь. Если укажешь на самоумерсление, это заповедь. Да, отвержится себя, и какое бы ни сказал ты дело подвизической добродетели, все они суть заповеди. Цель подвизищества точнейшее исполнение заповедей. Пять. Святое крещение дает совершенное разрешение от рабства греху, как и покаяния. Связать же себя снова пристрастием или прибыть разрешенным через делание заповедей, есть дело самого властного произволения. Если помысл укосневается какой-либо власти греховной, то это от самого властного пристрастия, а не под какой-либо неволе. Мы по Писанию имеем власть по мышлению не излагать. Лукавый помысл для неизлагающих его в себе есть знак любви к Богу, а не греха, ибо не при рожении помысла есть грех, но дружеская с ним беседа ума. Если не любим его, то зачем медлить в нем? Невозможно, дабы что-либо от сердца нами ненавидимое продолжительно собеседовало нашему сердцу без нашего злого участия в этом. «Когда по святом крещении будущей состоянии исполнять заповеди, не исполняем их, тогда и, не желая того, бываем содержимы грехом, опять падаем в рабство греху, пока покаянием не умолим Бога, направляясь ко всем заповедям его, и он истребит грех нашего самовластия. «Ты облегся во Христа крещением и имеешь силу и оружие не излагать помышления. Если же, имея на них силу, не не излагаешь их, а первого прирожения, то очевидно, что свастолюбствуешь по неверию, соглашаешься и сдружаешься с ними. В таком действии сам ты виноват». Восемь. «Иногда без согласия нашего какой-нибудь помысл скверный и ненавидимый нами, как разбойник, неожиданно напав на нас, насильно содержит у себя ум наш. Однако же знай, наверное, что и сей помысл произошел от нас самих. Ибо или после крещения мы предавали себя такому худому помыслу, хотя не исполняли его делом, или по собственной воле держим в себе некоторые семена зла, посему утверждается в нас лукавый, и лукавыми семенами удерживает нас. Не отойдет он, пока не отбросим их. Скверный же помысл, пребывающий в нас через делание зла, тогда изгонится, когда принесем Богу труды и достойные покаяния. Когда увидишь в сердце в своем бывающей тебе помощь, знай достоверно, что не извне явившись пришла благодать сия, но данное тебе таинственное при крещении воздействовало ныне в такой мере, в какой ты, возненавидев помысл, отвратился от нее. Христос, Господь, избавив нас от всякого насилия, благодати в крещении, не возбранил прирожение помыслов в сердце нашему, дабы одни, будучи ненавидимое сердце, точно были истреблены, другие же, сколько мы их любим, столько и пребывали, чтобы обнаруживалась и благодать Христова, и воля человеческая, что она любит, труды или ради благодати, или помыслы ради самоугодия, как некое злое рабство в похоти нашей, и прирожение помыслов действует совокупно одни с другими. И по примете благодати в нашем произволении состоит ходить по плоти или по духу. Но невозможно ходить по духу, возлюбившим похвалу человеческую и послабление телу. И невозможно жить по плоти внутренне, предизбирающим будущее более настоящего. Потому надлежит нам возненавидеть похвалу человеческую и упокоение тела, через которое и без нашего хотения прозябают в нас лукавые помыслы и искренно сказать Господу совершенной ненависти возненавидел я враги они мне. Крестившимся в соборной церкви крещением дается таинственная благодать и живет в них сокровенно. Потому же по мере дел незаповедей и мысленной надежды открывается верующим по слову Господне. верующий в меня из слева потекут реки воды живой. Это сказало на духе которого должны были принять верующие во имя его. По своему маловерию каждый подпадает в действие греха будучи от своей похоти совращаем и прельщаем потому что похоть засявши рождает грех а сделанный грех рождает смерть. От своей похоти рождается грех мысленный а от этого происходит совершение сообразного тому действия лишь только кто отступит от обязательств крещения тотчас бывает содержим грехом. Твердо верующим Дух Святой дается тотчас в крещении но мы сами оскорбляем и угошаем его в себе. Почему заповедует апостол Духа не угошайтесь не оскорбляйте Духа Святого которым запечатлен в день искупления это не значит чтобы всякий крещеный получивший благодать потому сам он был неизменен и не требовал боли покаяния но что от крещения подару Христову нам даровано совершенная благодать Божия к исполнению всех заповедей но потом каждый получив он таинственно и не совершая заповедей по мере отпущения их находится под действием греха за то что по нерадению получив силу действовать не совершает дел желаем быть совершенными скоро или медленно мы должны совершенно веровать Христу и исполнять все его заповеди получив от него силу на такое дело сколько мы веру исполняем заповеди Божии столько и Дух Святый производит в нас свои плоды плоды же Духа по святому Павлу суть любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание и так если кто из верных живя по победям соразмерно тому обрел некое духовное действие да верует что он уже прежде получил силу на то ибо получил в крещении благодать Духа причину всего благого не только тайных но и духовных и явных добродетелей никто из добродетельных да не полагает одной своей силы соделать что-либо благое ибо благое человек не от себя но от благое сокровище сердца приносит благое говорит слово разумея под сокровищем Духа Святого в сердцах верных сокровенного познавши достоверно что он по слову апостола имеет в себе сокровенного открещения Христа оставив все вещи мира сего пребывают в своем сердце соблюдая со всяким чанием ибо тот есть действующий в нас и все что хочет так и делает по своему благоволению словом о благоволении показывает такое слово что благоволить о добродетелях зависит от нашего самовластия а соделать их или искоренить грехи без Бога невозможно сказано без меня не можете делать ничего имеет тот же смысл но во всем есть и наше участие царственный ум каждого сперва из тайного сердечного храма приемнет добрые и благие советы отнутри живущего Христа и затем производит их дело добродетельным житьем которое приносит снова даровавшему ему советы посредством благой мысли Христу благо которое получит праведное по воскресенье находится вверху обручение ниже их и начатки отныне действия в духовных сердцах верующих дабы будущие удостоверены о будущем мы призрели все настоящее и возлюбили Бога до смерти поэтому апостол не сказал имейте приступить но приступили к горе Сиону как раду Бога живого к небесному Иерусалиму ибо способными к тому мы все соделались от крещения получив тот же стоглавляться одни твердо верующие которые всякий день умирает ради любви Христовой то есть стоящие превыше всякой мысли о десней жизни и не помышляющие ничего другого кроме того как бы достигнуть совершенную любовь Христову этого ища паспи всего святой Павел говорил и так бегу чтобы получить то есть да возлюблю так как возлюбил меня Христос как я был возлюблен от Христа и когда достиг всей любви более же не хотел помышлять ни о чем ни о скором для тела ни о дивном в творении но все оставил явно и говорит кто разрушит нас от любви Христовой ни о чем уже не хотел помышлять но только пребывать там в сердце в любви Христовой апостол сказал что мы имеем в себе начато духа показывая меру нашего местилища ибо мы не можем мести в его действие духа иначе как в совершенной заповеди как солнце будучи совершенно изливает от себя всем совершенную простую и равную благодать но каждый настолько имеет очищенные окна настолько принимает солнечный свет как и там дух святый верующих ему содел открещение способными к принятию всех своих действий и даров однако дары его действуют не во всех в одной мере но каждому дается по мере делания заповедей поскольку он засвидетельствует благими делами и покажет меру веры во Христа при при рожении сатанинское есть в одном только помостве представляющей явление лукавой вещи дело которые самому тому чтобы приблизиться к уму нашему находят удобство лишь по нашему маловерию ибо когда по получению нами заповеди ни о чем не иметь попечения но со всяким старанием хранить сердце свое и искать внутренне насущего царствия небесного отступит ум от сердца и от вышесказанного взыскания то это создает место дьявольскому приложению и бывает доступен лукавому совету но даже и тогда дьявол не имеет власти приводить в движение наши помыслы иначе он не посидил нас наводя понудительно всякую злую мысль и не попуская помышлять ничего благого но умеет только власть внушать привратное в помощи только первой мысли чтобы искушать наше внутреннее расположение куда оно клонится к его ли совету или к заповеди Божьей поскольку они друг другу противятся когда прирожение помыслом ненавидимого пребывает внутри и закосневает то это зависит не от нового нашего расположения но от прежнего восприятия такое прирожение стоит на месте неподвижно одномысленном негодование сердечно возбраняет ему перейти во многомыслие и страсть когда ум познает безуспешность своего противления прежде принятым образом впечатлением и исповедует Богу прежнюю свою вину тотчас упраздняется и самое это искушение и ум снова имеет власть принимать сердце и всяким хранением соблюдать оное молитвою